Как привить культуру раздельного сбора мусора, если в обществе до сих пор не научились выбрасывать отходы строго в установленных местах? Сегодня в Сургуте пытаются избавиться от стихийных свалок. Летом они представляют угрозу не только санитарной, но и пожарной безопасности. Проблему удалось вытеснить из микрорайона в центре, но теперь она перекочевала на городские окраины. В частном секторе и поселках Сургута очаги несанкционированного складирования мусора появляются с настойчивой регулярностью. Например, в поселке Юность жители устроили свалку прямо перед школой. Когда-то на этом месте стояла контейнерная площадка, но из-за близости с образовательным учреждением ее перенесли. Разница буквально в несколько десятков метров, но с привычкой выносить мусор на прежнее место люди расставаться не собираются. За счет города территорию у школы накануне расчистили, однако не исключено, что уже к первому сентября картина вновь будет прежней. Ежегодно на ликвидацию свалок тратится более 6,5 миллионов бюджетных денег. Ежегодно вывозится более 7 тысяч кубических метров отходов на полигон несанкционированных свалок. Очищаются площади от просто разбросанного мусора ежегодно 500 тысяч квадратных метров. Надеемся, что сейчас со сменой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, введение института регионального оператора, данная проблема постепенно будет уходить. Работа по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей сейчас проводится довольно редко. Она имеет смысл только при участии сотрудников полиции, которые вправе устанавливать личность, но задействовать их в подобных рейдах проблематично. Сами же сотрудники администрации могут только провести разъяснительную работу и призвать к порядку.